В Киеве обстрелян торговый центр, есть жертвы. Москва предлагает военным из Мариуполя сложить оружие и покинуть город. Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Израилю за военной помощью и провел параллели со Второй мировой войной. Министерство финансов Франции объявило о заморозке 22 миллиардов евро российского Центробанка, а также имущество россиян стоимостью более 800 миллионов. Трансгендерным людям сложно покинуть охваченную огнем Украину. Активисты и правозащитники призывают оказать им помощь. В Подольском районе Киева в ночь на понедельник обстрелян торговый центр. Возник мощный пожар, были слышны взрывы. По данным мэра, украинской столицы есть жертвы. А накануне украинская сторона сообщила об авиаударе по школе искусств в осажденном Мариуполе. В республике продлено военное положение до 25 апреля. В блокадном Мариуполе российские самолеты сбросили бомбу на школу искусств. Там прятались люди, прятались от обстрелов, бомбежек. Там не было военных позиций. Там находились около 400 гражданских лиц. Накануне в Минобороны России объявили об открытии в понедельник утром гуманитарных коридоров из Мариуполя, предложив украинским военным сложить оружие и выйти из города, а затем эвакуировать мирное население. Москва призвала ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, другие организации оказать практическое сопровождение и наблюдение за этой операцией. Российская сторона утверждает, что украинские военнослужащие препятствуют спасению мирных жителей, используя их как щит. Призываем подразделения вооруженных сил Украины, батальоны территориальной обороны и иностранных наемников прекратить боевые действия, сложить оружие и по согласованным с украинской стороной гуманитарным коридорам выйти на подконтрольные Киеву территории. Сильному обстрелу подвергся и Харьков. На сегодня большая часть мирных жителей покинула город. Всего на Украине беженцами стало четверть населения, до 10 миллионов человек. Украинский президент Владимир Зеленский, не раз просивший западные страны закрыть небо над республикой, призвал Израиля отказаться от политики нейтралитета и поставлять Киеву систему ПРО «Железный купол», которую он считает лучшей в мире. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к парламенту Израиля призвал законодателей обратить внимание, что в заявлениях Кремля сегодня звучат те же термины, что и в нацистской Германии. В это время у здания парламента собрались тысячи людей, чтобы выразить свою поддержку народу Украины. Можно долго спрашивать, почему мы не можем получить от вас оружие, почему Израиль не вводит более серьезные санкции против России, почему не оказывает давление на российский бизнес. Но ответ остается одним и тем же. Это ваш выбор, дорогие братья и сестры. И вам, народ Израиля, придется жить с этим ответом. Украина свой выбор сделала. 80 лет назад украинцы спасали евреев. Поэтому среди нас есть люди с почетным званием «Праведники народов мира». Народ Израиля сегодня перед вами стоит такой же выбор. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чаушаглу в интервью газете «Хюриет» выразил уверенность, что позиции России и Украины в ходе переговорного процесса сблизились по ряду критических вопросов. Но некоторые из них необходимо решить на уровне президентов. Анкара предлагает провести трехстороннюю встречу лидеров России, Украины и Турции. Франция заморозила активы Банка России на сумму более 22 миллиардов евро в рамках санкций после вторжения на Украину. Об этом объявил французский министр экономики и финансов Брюно Лемер. Речь идет о средствах, которые по оценкам ЦБ в середине февраля составляли около 4% от золотовалютных резервов России. Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов сообщал, что из-за санкций заблокировано по меньшей мере половина международных резервов страны. Он объяснял, что эти средства хранились за рубежом для оплаты контрактов в валюте. А заморозку счетов министр считает, по сути, невыполнением обязательств и дефолтом со стороны стран-эмитентов. Вместе со счетами российского ЦБ Франция заморозила активы и недвижимость россиян фигурантов санкционных списков. Их стоимость Брюно Лемера ценил в 850 миллионов евро. С начала марта такие меры приняли и другие страны ЕС. Под арестом оказались, в частности, виллы и яхты миллиардеров и некоторых сотрудников СМИ. В воскресенье свои санкции против Москвы расширила Австралия. Правительство наложило немедленный запрет на экспорт из Австралии в Россию алюминия, алюминиевой руды, в том числе баксита. Это ограничит возможности производства алюминия, которое имеет критическое значение для российского экспорта. Отмечается, что поставки из Австралии обеспечивали до 20% российского алюминиевого производства. Одновременно Канбера обещает увеличить объемы военной и гуманитарной помощи Украине. По меньшей мере, 6 человек погибли и десятки пострадали в результате наезда автомобиля в городке Стрепи-Бракиньи в бельгийской провинции Волония. Инцидент произошел рано утром, перед началом карнавала. Власти пока исключают версию теракта. Задержаны двое подозреваемых. Около пяти часов утра машина на скорости 100 км в час врезалась в людей и задела весь наш кортеж. Через полчаса я очнулся. Я ненадолго потерял сознание. И потом все, что я увидел, было похоже на фильм. Люди на земле, кровь, машины скорой помощи, полиция. Около 150 человек собрались для подготовки костюмированного шествия. Мотивы, находившихся за рулем автомобиля, выясняются. Потеря очень тяжелая, сказал мэр Стрепи-Бракиньи Жак Гобер. В связи с произошедшим пришлось принять несколько решений. Самое главное, мы просим фольклорное общество Стрепи-Бракиньи остановить подготовку нашего карнавала. Задержанные ранее не были известны в полиции. Карнавал в Стрепи-Бракиньи должен был пройти впервые после начала пандемии. До пересечения границы с Польшей Джоана никогда не думала, что сможет покинуть Украину. Она прекрасно выглядит и практически не нуждается в макияже, говорит визажист. Джоана – транс-женщина, которая до войны на Украине находилась на начальной стадии легального изменения своего гендерного маркера. Недавно она смогла обновить свое свидетельство о рождении. У меня возникли проблемы, потому что мне говорили, что свидетельства о рождении недостаточно для пересечения границы. Нужно было удостоверение личности, которого у меня нет. Поэтому я беспокоилась, что да, мне смогут отказать на границе. В конце концов, Джоанне удалось пересечь границу. Многим другим членам транс-сообщества повезло меньше. Вам нужно иметь документы. Если они есть, все будет отлично. Если же нет, все плохо. Многих трансгендерных женщин, пытающихся покинуть Украину, останавливает запрет на выезд из страны мужчин призывного возраста. За последние годы на Украине активисты ЛГБТК плюс добились значительных прав. Однако для трансгендерных людей все еще существует множество барьеров. Например, для того, чтобы им легально сменить пол, по-прежнему требуется амбулаторное психиатрическое обследование. Многие трансгендерные женщины до сих пор имеют мужские маркеры в своих документах. В ЛГБТ-комьюнити и до войны было очень сильно барбериализовано и дискриминируемо. Говорят, заявляют о том, что к ним относятся как к мужчине, который имеет гендерный маркер в паспорте мужской. Пограничники к ним относятся по документам, а не по тому, как они уже делают переход, свой трансгендерный переход. И мы считаем, что это еще одна форма узаконенной трансфобии. По словам Игоря, несколько человек без обновленных документов смогли уехать в первые дни войны. Но с тех пор ситуация изменилась, и сделать это практически невозможно. Люди идут на крайние меры. У нас есть две организации транслюдей в Украине, и мы обе обращаемся к транслюдям не давать взятки и не использовать фиктивные документы ни в коем случае. Мы категорически против того, чтобы терять документы специально. Это еще хуже ситуация будет для них. Анастасия Ева рекомендовала трансгендерным людям переехать в западные районы страны, чтобы переждать боевые действия. НПО, в которой работает Анастасия Ева, предоставляет гормоны для лечения тех, кто не находится на передовой. В то время как другие активисты призывают к созданию гуманитарного коридора, чтобы оказать помощь при выезде из страны трансгендерным людям. Уже отправили... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова